Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео о покупках на распродажах, как всегда с комплектами, как вы любите. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, первая вещь, которую я приобрела на распродажах в этом году, это вот такая вот рубашка от Stradivarius, джинсовая. Качество хорошее, ткань не сильно толстая. Отстрочка у него такой рыжей ниткой. Сейчас покажу. Вот так вот идет. Рукав длинный, но я закатываю. Значит, по фурнитуре на кнопках, рубашка на кнопках и на кнопках везде есть логотипы. Я взяла в размере М. Что я хочу сказать по поводу этой рубашки, вообще как она там находится. В Stradivarius есть несколько видов рубашек. Первый, по-моему, стоит 1900 что-то вот так вот рублей. Они есть темные, средние, светлые. Светлая очень красивая. Я хотела взять ее, но цена меня не устроила. И я уже собралась уходить. Когда спросила консультанта, говорю, у вас вообще скидки на джинсовые рубашки-то вообще бывают? Вот. И она мне показала, что там за куточек в конце висит стеллажик. Там написано, что вот есть рубашки там со скидкой висят. Так что, девочки, заходите, спрашивайте, где они есть. Потому что эта рубашка, по-моему, мне обошлась, господи, что мне соврать, по-моему, 599 рублей. Или что-то вот такое. То есть, не 1900. Я очень давно искала рубашку. Проблема у меня в рубашке джинсовой покупки была такой. Может быть, у кого-то она тоже бывает. Знаете, что одеваешь, она либо здесь широкая, либо в груди начинают расходиться. Если у вас есть такая же проблема, обратите внимание на эту модель. И вообще, в принципе, на модель рубашек в Страдивариусе они там хорошие. Потому что, ну, допустим, с рубашками в Заре я несколько раз мерила, в бешке мерила, нигде не подходила. Вот как-то лекало не садилось. Допустим, в Заре они гораздо дороже. Значит, в районе 2,5-3 тысяч. В топ-шопе тоже где-то около 3. Я считаю, что рубашка джинсовая, это, конечно, штука прекрасная. Она действительно нужна в гардеробе, но не стоит на нее тратить бешеные деньги. Поэтому, девочки, покупаем такие вещи на распродажах. Цвет красивый. Отсрочка, я, в принципе, думаю, что абсолютно эту вещь не портит. По поводу универсальности рубашки. Мы же всегда рассматриваем вещи именно в таком контексте. Конечно же, самая универсальная рубашка, это белая. Я сейчас нахожу в поиске такой рубашки, потому что у меня белой рубашки так и нет. не могу найти. И поэтому я решила найти хотя бы джинсовую рубашку. Конечно, она подходит не ко всему так, как белая, но на 90%. То есть, если у вас нет какой-то рубашки, либо вы можете себе докупить, а на распродажах сейчас это вполне возможно, я все-таки рубашку советую приобрести. Итак, с чем же можно носить джинсовую рубашку? Ну, конечно же, с джинсами мы это все представляем, этот комплект. Девочки, старайтесь, чтобы джинсы и рубашка немного хотя бы там отличались по цвету, потому что якобы составленный костюм, это сейчас признак плохого тона. Ну, мы с вами не ищем легких путей. И я хочу вам напомнить о том, что у нас существуют вообще еще и цветные джинсы. Я думаю, у девочек многих они есть, зеленые, красные, у кого-то белые, я очень хочу, кстати, белые джинсы, может быть, какие-то кремовые, мятные. То есть, девочки, носим. У меня вот красные, в частности, есть джинсы. И я предполагаю, что я буду носить вот таким вот это вот суделокомплектом. Из украшений на мне будет обязательно красная губная помада. Здесь она, мне кажется, будет главным акцентом. Возможно, будут серьги, цепочка, что-то такое скромное сюда просится, либо какое-то черное украшение. По обуви, в принципе, можно одеть лодочки, будет красиво смотреться. Ну, и можно одеть какие-то кеды, с лоферами будет чудесно. Я думаю, что комплект очень даже хороший. Но я из аксессуаров все-таки добавлю сюда, не буду, конечно, повязывать так, как он должен быть, но у меня здесь аксессуаром будет выступать вот такой вот шар. То есть, у меня все вместе будет выглядеть вот таким вот образом. Я считаю, шарф здесь вот прям то, что надо. Очень-очень женственно получится. Итак, приступим к следующему комплекту. То есть, мы поняли, что все джинсы под джинсовую рубашку, совсем обувью, плоский ход, высокий каблук, супер, все уходит, туда все будет хорошо. Рукава я предлагаю все-таки на джинсовой рубашке закатывать, чтобы всякие там браслетики, цепочки, это очень красиво будет смотреться. Так, следующую берем джинсовую рубашку и давайте добавим сюда классические брюки, потому что я считаю, что классические брюки, вот у меня темно-синий, это брюки с магазина Фонде, я вам рассказывала об этих брюках. То есть, мы здесь смотрим, насколько джинсовая рубашка будет хорошо сочетаться с базовыми брюками, потому что в базовых брюках зачастую даже удобнее и более женственно, чем в джинсах. И для большего количества ситуаций классические брюки подходят. То есть, это и прогулка, предположим, с ребенком, и шоппинг. Вот берем, допустим, составляем такой комплект, берем джинсовую рубашку, сюда добавим мы, пока у нас будет яркое украшение, да, вот так вот, чтобы было поярче. Это все было, мы с вами яркость любим. Добавляем брюки, сверху можно добавить кардиган, пальто, кожаную куртку, то есть, выбор верхних нарядов будет просто огромен. Низ, лодочки, лоферы, балетки, ботинки, ботильоны. То есть, добавляем все, что угодно. Можно добавить, ну, добавляем хорошую сумку, прическу и вообще все здорово. Очень универсальная вещь. Я думаю, меня спасет и на работе, и вообще по жизни будет очень удобно. Следующий такой комплект, я бы даже сказала, что это не комплект, это идея, как можно носить определенную вещь. Я просто не могла не удержаться, чтобы вам не показать, особенно в преддверии весны. То есть, в принципе, вместо синей рубашки здесь может быть любой свитер, любая водолазка. То есть, это здесь не принципиально, просто на меня навеяло прекрасное сочетание вот таких цветов. Да, понимаете, как красиво, не могу. Очень ярко, очень сдержанно, элегантно, не вычурно. То есть, на вас никто не ткнет пальцем, когда вы будете в сочетании таких цветов. Итак, возьмем этот палантин, то есть, это палантин из магазина H&M. Это способ, как повязать этот палантин и сделать комплект, который мы с вами уже до этого составляли, брюки, предположим, это джинсовая рубашка, но без колье, хотя, в принципе, колье тоже можно оставить. И я, у меня конкретно есть синие макросины, да, я вот так вот вокруг шеи, вот это все дело оберну. Так. Получается, у меня выходит здесь ровный подол, да. Дальше я беру, можно синий, можно черный пояс, ну, или можно вообще контрастный, но чтобы было элегантно, лучше добавлять какой-то один. Что-то мне просто синий найти не могу, поэтому черный. Девочки, завязываем, вот смысл завязываем вот здесь вот поясом, да. И дальше вот эти вот части расправляемся, попытаюсь пока изобразить, как это сделать, показать. У вас получается, как такой достаточно эффектный, красивый кардиган, выглядеть будет замечательно. И недорого, и если у вас большое количество палантинов, то вашей верхней одежды просто не будет конца. На этот период обязательно попробуйте, вот это я вставлю. Я считаю, что джинсовую рубашку не совсем обязательно ограничивать ее классическим форматом. Вполне можно использовать ее, как жакет летом. И для этого возьмем просто обычную белую футболку, я вот так вот предполагаю ходить. Да, сюда я одену яркое желтое украшение. Так. Оденем яркое желтое украшение. И поверх я одену джинсовую рубашку. Получаем вот такой вот достаточно яркий комплект. И еще добавлю ярко-желтые шорты. И на ноги сандали, по-моему, на лето будет очень классно. Здорово стало жарко, можно вполне рубашку снять, и вместе все будет смотреться, на мой взгляд, очень стильно. Плюс еще обязательно очки. Итак, ну, конечно же, джинсовая рубашка будет хорошо смотреться с юбкой. С любой юбкой карандаш, абсолютно-абсолютно любого цвета, с юбкой полусолнца, солнце, когда заправляем вовнутрь, тоже добавляете красивые яркие украшения, и будет смотреться очень хорошо. Ну, и давайте скомбинируем вот эту вот рубашку. Со второй покупкой, которую я вам хочу сегодня рассказать, у нас будет день до Нима. Это джинсовая юбка-карандаш. Да? Вот такой у меня комплект получился. Без украшений, на мой взгляд, выглядит недостаточно эффектно, не так, как оно может выглядеть. Я сюда добавлю вот такую вот красоту колье с сайта Алиэкспресс. Ссылочка на видео будет внизу. И вот так. На ноги я делаю черные ботфорты. Ботфорты также с сайта Алиэкспресс. Посмотрите видео, и получится, вау, вот такой вот комплект. По-моему, вместе смотрится все замечательно, и вообще джинсовая рубашка очень положительно относится к всевозможным таким украшениям. Так что экспериментируйте, она прекрасный для них холст. Далее помчались, и у нас с вами юбка. Это юбка-карандаш с магазина BeFree. Вот так она выглядит. У нее впереди разрез. Тоже строчка коричневой нитью. Сзади два кармана. Длина у меня чуть-чуть ниже колена. Хорошего качества, плотная. У меня я забрала в размере 36. По цене она стоила что-то в районе 600 с чем-то рублей. Так что, девочки, такая юбка за такие смешные деньги, я считаю, надо брать. Не забываем о том, что джинсовая юбка-карандаш это такая же юбка-карандаш. И все, что я вам показывала в своих предыдущих видео в сочетании с коричневой юбкой, везде, во всех этих комплектах, можно поменять коричневую юбку на джинсовую, и будет замечательно. То есть, синий свитер, коричневый свитер. Я думаю, что если я вот сюда тоже одену джинсовую юбку, будет смотреться замечательно. Особенно, если еще колье будет голубым, то вообще классно. Чаще всего мы предполагаем, что юбку-карандаш нужно носить с каблуком. А каблук у нас как-то не ассоциируется с побегом по супермаркету за продуктами, с побегом за ребенком по площадке, с длительной какой-то прогулкой. И вообще, в принципе, с давкой в метро. Нам нужно с вами иногда что-то более удобное, но мы хотим носить юбку. Как же нам это сделать? На примере как раз-таки вот этой джинсовой составе комплект. Я возьму такую ярко-зеленую водолазку. Она будет у нас такой акцентной вещью и создавать нам какое-то праздничное весеннее настроение. Она ноу-бренд, но я думаю, что такие вы миллион раз видели в магазинах. Конечно же, любой комплект должен дополняться аксессуарами. Я подвешусь к этому такие вот простые цепи для того, чтобы визуально вытянуть наш силуэт. Это цепи с Алиэкспресс. Из верхней одежды я одену кожаную куртку. Кожаная куртка, я думаю, большинство из вас уже есть, потому что очень-очень нужная вещь. Вот, оденем кожаную куртку и сюда добавим джинсовую юбку. Под юбку я советую одеть плотные темные колготки. Сапоги, кожа, предположим, или замша на плоском ходу. И я уверена, что вы везде сможете в этом проходить. Вам будет очень-очень удобно. Вы будете чувствовать себя красивой и женственной, а самое главное, современной. Так что обязательно присмотритесь вот таким комплектом сапогами на плоском ходу. Итак, это все. Вещи было всего две, но я считаю их очень нужными. И это именно те вещи, которые стоит покупать на распродажах. Поэтому старалась снять это видео как можно быстрее, чтобы, если у вас еще подобных вещей нет, возможно, вы обзавелись этими, либо поискали себе что-то подобное. Если вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиками вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Я всем отвечаю. И всем пока-пока.